Бентли, пентхаус в центре Лондона, шикарный образ жизни. Новым объектом внимания британских правоохранительных органов стал 22-летний студент из Молдовы. Вот его отец, бывший премьер-министр республики Влад Филат. Два года назад суд в Кишиневе приговорил его к 9 годам колонии за коррупцию. Следователи считают его причастным к хищению миллиарда долларов. В Британии многие ругали правительство за то, что оно недостаточно активно борется с грязными, в кавычках, деньгами из России и не только. И после истории с отравлением Скрипалей власти в Британии начали пристально проверять сомнительные, по их мнению, капиталы иностранцев. Первое громкое дело по этому поводу, которое дошло до суда, случилось в прошлом году. Оно касалось двух лондонских квартир Замиры Хаджиевой, супруги азербайджанского банкира, также осужденного на родине захищения. Поговорим об этом с нашим бизнес-корреспондентом Алексеем Калмыковым. Алексей, добрый вечер, Леш. Итак, вот что нам известно про историю 22-летнего студента? Очевидно, что он интересует власти исключительно в связи со своим отцом. Правильно я понимаю? Во-первых, а во-вторых, сама история вся экстравагантная. Человек снимает пентхаус за тысячу фунтов в день, вносит предоплату в полмиллиона долларов. У него на счету образуется каким-то образом полмиллиона долларов от компаний из Каймановых островов. Они вносят наличными 100 тысяч фунтов за три дня. Все это, в принципе, в Лондоне, наверное, прокатило бы, честно говоря. Но когда ему 22 года, и он сын бывшего премьер-министра иностранной державы, осужденного на 9 лет за причастность к хищению миллиарда долларов, тут, к сожалению, правоохранительные органы заинтересовались им. Но, как ты правильно заметила, претензии не к нему, а к деньгам на его счетах. И тут важно понимать разницу. Тот самый новый закон, о котором ты сказал, принятый два года назад, он позволяет изымать собственность и средства на счетах в том случае, если доказано их преступное происхождение. Опять же, вопросы не к людям. Это не уголовное приследование против них. Это требование к ним доказать, откуда взялись деньги. Если они не смогут этого сделать или не захотят, то тогда отлично изымаем в пользу королевства. Если докажут, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Сусловно говоря, если сейчас этот 22-летний студент, либо его отец, осужденный за причастность к хищению миллиардов долларов, каким-то образом докажут Британии, что эти деньги имеют чистое, скажем так, происхождение, то вопросов больше не останется. В данном случае, те деньги, о которых мы говорим, полмиллиона примерно фунтов, они уже изъяты. То есть они конфискованы по решению суда. Они были арестованы в мае прошлого года. Вот на этой неделе их конфисковали. Этот период, промежуток времени, у них была возможность оспорить это решение, доказать происхождение денег. Этого не было сделано, соответственно, они конфискованы. Но сама по себе эта компания, она, как мы знаем, возникла в связи с тем, что у Лондона была репутация большой отмывочной, такой прачечной, где... Никто не спрашивал, откуда деньги. Главное, привозите деньги, а все равно какие, мы не будем смотреть. Но теперь общество по-другому к этому относится. Но, опять же, поскольку в Англии прецедентное право, то любой такой закон, его надо обкатать сначала в судах и дойти вплоть до Верховного суда и посмотреть, выдержит ли он испытания в состязательном процессе. И для таких вот показательных первых процессов нужны стопроцентные дела. Именно поэтому выбраны как в азербайджанском случае, так и вот здесь. Ситуации, когда речь идет о членах семьи без дохода, а их родственники сидят в тюрьме. То есть на родине уже доказано их причастность хищениям. Надо отметить, что их Аджиев муж и Филат отец, они отрицают, конечно. Все злодеяния и говорят, что они стали жертвами политических репрессий. И еще раз повторюсь, не к тем людям, которых здесь, деньги и квартиры, соответственно, были арестованы, и их пытаются конфисковать, к ним тоже нет вопросов. Вопрос только в том, чтобы они доказали происхождение этих денег. Если они смогут это сделать, то пожалуйста. Если они скажут, что они их нашли, забыли, откуда взялись и так далее, то тогда, конечно, деньги будут конфискованы. А вот то, что оба процесса, скажем так, один, который сейчас начинается, второй, который уже дошел до суда в случае с Хаджиево, это оба дела, связанных с бывшим СССР, да? То есть это какое-то совпадение, или именно этот регион в фокусе внимания британских властей? Есть, конечно, какая-то связь с Россией, мы могли бы провести какие-то параллели, но, как мы видим, ни один из этих людей не из России, поэтому сложно сказать. Вообще, когда говорили о этом новом законе, власти утверждают, что у них уже подготовлено еще 8 примерно таких кейсов, и там есть люди из бывшего СССР, но также присутствуют бизнесмены, или политики, или коррупционеры, мы не знаем кто, из Индии, Пакистана, и из Ближнего Востока. Пока мы о них не слышим, опять же, я думаю, что они сначала будут обкатывать этот процесс в судах, а потом уже, может быть, появится что-то новое.